История калмыцкого народа в составе России неоднозначно полна противоречий и весьма интересна для любителей истории. Многие осведомлены, что калмыцкие воинские формирования участвовали в войнах России, вкладывая весьма значительную лепту в укрепление Отечества. Войны на Кавказе, Крыму, Полжье, Украине, Польше и так далее стали яркими примерами проявления воинского искусства калмыцких кочевников, которые были очень высоко оценены современниками и историками, засвидетельствовавшими героические подвиги наших предков – воинов Великой Степи. Например, профессор Бергман в начале XIX века указывал, что в Семилетней войне калмыки для устрашения врага имитировали каннибализм. Калмыки-старики уже смеются над страхом, который они не раз нагоняли на пусаков и приписывают этому обстоятельству то, что король Пруссии скоро, по их мнению, запросил мира. Известный Кавказовет Прозрителев описывал исторические хроники. Испытанные в боях, хорошо вооруженные кавказские горцы, поддерживаемые и другими племенами, представляли грозную силу. Но стремительное нашествие калмыков не раз слабывало беззаветную храбрость этих противников и предавало безжалостному истреблению все, что принадлежало им. И таких исторических доказательств огромное множество. Но кто из вас задумывался о том, что же произошло с кочевым народом, ритмичная жизнь и философия которого составляли военные походы, дух свободы и размышления о мироздании учений Будды? В 1771 году большая часть калмыцкого ханства откочевала на исконные земли предков – Джунгарию, опустошенную, уничтоженную несколькими десятилетиями ранее, в надежде реанимировать айратское могущество. О причинах и версиях откочевки мы не будем говорить в этом видео. Известно, что часть калмыков осталась на Волге и автоматически были включены в состав российской системы управления. С этого времени военные походы, жизнь которой была связана напрямую с народом, свелась к минимуму, а после легендарного марша калмыцких воинов на верблюдах в Париже и вовсе прекратилась. Калмыки не призывались на военную службу. Только калмыки казаки Дона, Оренбурга, Терека принимали участие в военных походах. Но какие последствия за собой повлекся и факт – мирная жизнь? В данном моменте стоит сделать отсылку к древнейшей истории. История кочевников начинается с середины первого тысячелетия до н.э., 500 лет до рождения Христа. С этого времени громаднейшее равнинное пространство на планете, известное сейчас как Евразийская степь, стало центром образования крупнейших империй. Многие народы объединялись и погибали, им на смену приходили другие культуры, религии, но неизменным оставался дух кочевника. Который базировался на родовом братстве, духе свободы и постоянной войне. Законы степи были простые и суровые, выживает сильнейший. А чтобы выжить, нужна крепкая группа, племя, государство, следовательно, кочевники Великой степи никогда не знали мира. Их жизнь – это постоянная война. Этот отпечаток остался и в культуре и традициях намадов. В том числе ментальный характер передавался на генном уровне. Айраты являются наследниками воинского искусства древнейших кочевников, военную систему которых наши предки довели до совершенства. Но об этом мы расскажем вам позже. Степные народы – это потомственные войны. Мы вам дадим пищу для размышлений. Что может случиться с народом, который воевал не одно тысячелетие, а теперь стал жить мирной жизнью? Это приведет к катастрофе – социальной, культурной, духовной. Это и случилось с айрат-калмыками. Тепличная жизнь стала тюрьмой для мужчин прежде всего. Многие исследователи стали отмечать, что в 19-м столетии калмыцкие мужчины постепенно измельчали. Появилось пьянство, корчерничество, употребление алкоголя, матовство. Это все стало постепенно бытовать среди мужчин. Вот что пишет про зрителей «Сильный, здоровый народ, одаренный способностями и необыкновенно выносливый, физический, с переходом на Волгу, как бы начинает драхлеть. От отважного, героически храброго воина он к концу дни XIX века сходит на степень простого степного хищника». И в самом деле, об этой катастрофе писали наши калмыцкие писатели тоже. Во многих монографиях, которые дошли до наших дней, образ калмыка сводится к измельченному человеку. Некоторые путешественники писали даже о скором вымирании айрат-калмыцкого народа. Но это было далеко не так. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью. Сказка «Даллнхойрхудл. 72 небылицы», рассказ-диалог «Кемельхын. Приметы 25-го позвонка овцы» и образец гаданий «Даллншиндже. Гаданий по баране лопатке», представленный в очерке народного поэта калмыки Константина Эрендженова, это любимые и уникальные произведения устного творчества нашего народа. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Когда началась гражданская война, в России калмыки оказались в совершенно чуждом окружении, как и в политическом, так и этническом и религиозном. Вот тогда и были опровергнуты слова исследователей калмыков. На территории Калмыкии были сформированы воинские подразделения, которые возглавили Зайсанги и Найоны. Одно из известных войсковых подразделений, возглавляемое Зайсангом Балзам, вытеснуло из калмыцкой степи отряды красноармейцев, которые с особой жестокостью грабили простой народ. Его отряд смог на время освободить Элисту. Другой пример. Среди калмыков был создан 80-й джунгарский конно-коварилийский полк, который смог пройти через апогеи гражданской войны. Между прочим, остался единым боеспособным подразделением Юга России, которое победным маршем вошло в Крым. На самом деле, даже ни одна научная диссертация об участии калмыков в гражданской войне не показатель силы духа, который целыми тысячелетиями ковался. А депортация всего народа показала, насколько сильными были наши ушобцы-предки. Но те времена канули в лету. Прежние аэрод калмыки достойны восхищения. Это подтверждает история. Но это не столь важный вопрос. Главное, что же мы оставим после себя. Оценивать вы будете сами. Но прежде чем сделать вывод, задумайтесь. Перед началом 20 века многие представители интеллигенции на наш народ смотрели, как на вымирающие от нас. А нет, калмыки не раз показали, что с нами нужно считаться. Это говорит о том, что мы и есть те калмыки, каким были наши предки и кем были их праотцы, потомки кочевников. Однако на нашем поколении лежит ответственность, смогут ли твои дети, уважаемый зритель и мои, гордиться нами в свою очередь. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.